Приветствую вас. Мне бы хотелось сказать вам две вещи. Первая вещь, она касается того, что вы написали, что хотите семьи, мужа и детей. Вы знаете, почему вы этого хотите? Вот вы говорите, я хочу из семьи, мужа и детей. Какого мужа вы хотите? Какую семью вы хотите? Каких детей вы хотите, если ничего этого у вас еще нет? У вас нет отношений. У вас нет человека, с которым бы вы могли все вот это реализовать. Но вы уже этого хотите. Как бы перескакивая, обходя этап построения отношений с конкретным человеком, вы создаете себе образ идеального мужа, идеальной семьи и, наверное, идеальных детей. И если вы этот образ создаете, значит, вам это для чего-то нужно. Судя по тому, что вы пишете об этом вначале, то есть это ваше первое предложение после возраста, «Вы хотите семью и мужа и детей больше, чем боитесь чувств». Ну, конечно, вопрос приоритетов – это вопрос внутренних ощущений, я бы даже сказал переживаний. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, чтобы, и давайте постараемся на этом моменте застыть нашу внимание пока, чтобы иметь мужа, детей и семью, нужно построить отношения равноправные, независимые, свободные с человеком, с мужчиной. И только на основании этого, на основании вот этих отношений, вы можете построить семью, завести детей и так далее, не перескакивая, не перескакивая на сразу этап, который невозможен без построения отношений с человеком. Почему это так важно? Потому что вы, оперируя идеальным образом, например, молодого человека, оперируя идеальным образом мужчины, вы тем самым стараетесь подогнать, или будете стараться подогнать, реального человека под свой образ. И, конечно же, реальный человек не сможет дать вам того, что вы хотите получить. Потому что реальный человек обладает определенными недостатками. Реальный человек, к сожалению, обладает определенными отрицательными сторонами, которые вы, скорее всего, не будете готовы принять. Именно потому, что у вас уже есть образ мужа, образ семьи и детей, а значит, вы будете интуитивно пытаться подогнать их всех под себя. Теперь дальше. А для чего вы хотите семью и детей? Вот этот вопрос, он на самом деле едва ли менее важен, чем предыдущий. Зачем вам, семья и дети, что они должны вам, по вашему мнению, дать такого, что вы их хотите? Что они должны вам дать? Для чего они вам? Судя по тому, что вы их хотите, без какой-то вот такой конкретной привязки к человеку, они вам, ну, должны дать что-то такое, знаете, чего у вас нет. И что-то такое, в чем нуждаетесь лично вы. А это значит, что вам это можно и нужно получить отдельно. Вам это можно и нужно получить самостоятельно. Давайте подумаем, для чего вам, сейчас повторю, семья и дети и муж. Не мужчина рядом с собой, заметьте, нет. А именно муж, дети и семья. Для чего это вам? Вот, попробуйте ответить на этот вопрос себе. Появятся у вас определенные желания. Например, самодостаточность, полноценность, равенство перед, не знаю, другими людьми, может быть, что-то еще. И вот для вас это и будет объективными критериями, объективными желаниями, которые вы хотите реализовать через этих людей. Через мужа, через детей даже и так далее. Но правда в том, что никто из них не должен вам этого давать. Ни дети, ни муж не должны вам давать того, чего вы хотите получить от них, благодаря вот стремлению к браку и детям. Ну, не должны. А это значит, что они будут давать вам то, что вы хотите получить через семью и детей, не так, как вам видится, и вы будете неудовлетворены. Чтобы быть удовлетворены, нужно уже получить все то, что вы хотите получить через семью мужа и детей, и только тогда строить отношения с мужчиной, чтобы быть ему равным, чтобы быть независимым, чтобы быть свободным. И только тогда вы сможете, строя отношения с ним, избавиться от образа, под который вы, осознанными или нет, будете подгонять человека, свою семью и своих детей, ради какой-то своей собственной цели. Это первый момент. Второй. Вы боитесь вновь ощутить ту боль, когда не только душа, но и сердце болит. Боитесь вы вновь влюбиться, потому что первая ваша любовь была неудачна. Скажите, а почему вы чувствовали боль? Ну, предположим, что вы влюбились в мужчину. Предположим, что мужчина не отмечал вам заинностью. Предположим, что у вас не получились отношения. Откуда боль? Вопрос. Боль неразделенной любви. Что есть неразделенная любовь? Это когда вы, желая, опять-таки, что-то получить от человека, этого не получаете, и в результате испытываете боль. Потому что любив вы его искренне, вам было бы все равно, с вами он или нет. С вами он или без вас, главное, чтобы этот человек был в шахте. И судя по тому, что он без вас, ему без вас лучше, значит, он без вас счастливее, чем с вами. Любивый его искренне, вы бы не испытывали боль. Ну, он не с вами, но вы счастливы с того, что он счастливее. Раз боль есть, значит, это любовь, те чувства, которые вы испытывали, были, опять-таки, окрашены в личностный свет, в личностный окрас. Вы хотели чего-то от молодого человека, и он этого чего-то вам не дал. И без этого вы стали чувствовать себя отверженный, униженный и так далее. И вот над этим вам и нужно надуматься и поработать. Если была задета самооценка, восстановить путем построения задачи в тех сферах, в которых вы чувствуете себя неуверенно. Если вы все это хотели от молодого человека получить, добитесь этого самостоятельно, чтобы не быть зависимым от него. И тогда вы не будете бояться ощущать боль. Предположим, вам нужна семья и муж, и дети для каких-то своих целей. И эти цели, свои, вы можете реализовать только с помощью мужчины. Представляю, как вы о нем думаете. Вероятно, вы полагаете его средством, вы считаете его средством для достижения своих целей. Конечно, все это нужно понимать как некую такую гиперболу, для того, чтобы вы осознавали, о чем идет прежде. Ну, не нужно чересчур много признавать значения встречи с мужчинами. Особенно с вашими раввесниками, то есть тем, которым сейчас вам 20-23 года. Это, как правило, еще ребята, мальчики, но уже в телах, в других с мужчинами. Нужно общаться спокойно, независимо, ничего не ожидая, строить отношения, не думая в момент встречания с мужчинами о семье, муче и детях. Вам нужно думать о том, как вы этого человека счастливым можете сделать. Вы его, а не о том, что будет. Там это ничего может и не быть. Ну вот, в принципе, и то, что можно вам сказать. Конечно, желательно бы проработать прошлый опыт, конечно, желательно бы подумать и заново перешлить те моменты, которые вы пережили. Потому что боль – это личное восприятие того, что к вам проявили другие люди, в данном случае мужчина. И тот факт, что вы, скорее всего, его поступки приняли на свой счет, говорит, возможно, о ваших, опять-таки, проблемах с самооценкой, с уверенностью, с пониманием себя и так далее. То есть, поймите правильно, ваши желания, они нормальны в целом, но, объективно, вы неправильно их пытаетесь реализовать. Если вы думаете, что, например, станете более полноценны с приходом мужа, семьи и детей, то вы ошибаетесь. Это ведь изменение не в вас. Это изменение вокруг вас. Вы-то останетесь в той же. И если вы чувствуете себя неуверенны или неполноценны, и надеетесь с помощью мужа, детей и семьи достичь этих целей, что по достижению вы будете признать к чему-то еще. И так будет всегда, всю вашу жизнь. Чтобы этого не было, нужно работать с корнем проблемы, а не пытаться заглушить ее какими-то внешними факторами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok